Венгрия Венгерская гонка в 90% случаев проходит в сухих погодных условиях. Трасса близ деревеньки Нирад находится в 40 километрах от известного озера Болотон и соответствует, скажем так, курортным требованиям. Для автомобилей, участвующих в соревнованиях, дневные плюс 35, конечно, серьезные испытания, но победа в таких условиях становится еще более значимой. В 2012 году венгерский этап чемпионата Европы по ралли-кроссу собрал около шести десятков пилотов в трех классах машин. Наше внимание, как обычно, будет обращено к двум из них по причине выступления в них российских ралли-кроссменов. В дивизионе «Суперкарс» ожидаемо ярко выступает Тимур Тимирзянов, а в дивизионе «Супер-1600» едут сразу три представителя России – Ильдар Рахматуллин, Вадим Макаров и Тимур Шагабундинов. Ну и для начала по традиции поведаем, как сложилась гонка для российского трио в зачете переднеприводных автомобилей «Супер-1600». Сразу напомним, что пока диктовать свои условия в чемпионате Европы россиянам не удается. После трех проведенных в Англии, Франции и Австрии этапов в лидерах сезона нет наших. Но стремление повысить свой рейтинг, что называется, налицо. Другой вопрос, что не всегда желания совпадают с действительностью. В первой квалификационной серии заездов дивизиона «Супер-1600» Шагабундинов и Макаров показали результаты среднего уровня. В заездах с не самыми быстрыми соперниками они и сами оказались медленнее, чем предполагали. 12-е и 13-е времена из 26 финишировавших, конечно, не так плохо, но прибавлять следовало. Наиболее опытный из россиян участников «Супер-1600» Ильдар Рахматуллин ехал в заезде первой квалификации с достойными соперниками – шведом Йохансеном и датчанином Линниманом. И был близок к тому, чтобы записать свою фамилию в первую строчку протокола. Но по ходу заезда удержать добытого на старте преимущества не удалось. И россиянин финишировал с четвертым временем. «Получился хороший старт. Два поворота, которые до сих пор не могу туда пристреляться, найти точку торможения. Там проигрываю. Посмотрел сейчас по GPS, что. Но я думаю, завтра добавим. В принципе, четвертое время неплохо». Смысл проведения трех серий квалификационных заездов в том, чтобы определить по сумме результатов, то есть трех попыток для каждого участника, действительно сильнейших, расставить их по ранжиру и укомплектовать таким образом составы финальных заездов трех категорий – С, Б и А. Тимур Шагабудинов стартовал в Венгрии впервые в своей европейской роликроссовой карьере. Он дебютант чемпионата Европы, так что задачей минимум для Шагабудинова было квалифицироваться в состав финалистов. Эта задача была выполнена. По итогам трех квалификационных серий Тимур стал 14-м в рейтинге Супер 1600. Старт в финале категории С в исполнении Шагабудинова был рискованным, но иначе за перспективу не было возможности ухватиться. В Венгрии чуточку не повезло. В контактной борьбе преуспели соперники. «Был удар сзади, машина развернулась, развернул и уперлась в подкойник. Пока пришлось себе пропустить, пока задний ход, пока ее развернул, естественно, время было потеряно. До финала Б в этот раз мы не добрались. Ну, просто не повезло. В принципе, все было нормально, техника была подготовлена, время по кругам было хорошее. Все было сделано для того, чтобы попасть в финал А, но вот, к сожалению, еще необходимо спортсмену немного удачи, удачи в этот раз у нас не было». Вадим Макаров по ходу своего участия в квалификациях был удачливей Шагабуддинова. Девятое место в предварительной части венгерской гонки определило Макарова в участники финала Б категории. Два лучших пилота финала Б получали шанс побороться в главном финале этапа, и Макаров, конечно, стремился попасть в финал А. Но финишировал в Б-финале третьим после Чеха Ванчика и Фина Липпехальми, так что итогом выступления Макарова стало девятое же место на венгерском этапе чемпионата Европы 2012 года. Ильдар Рахматуллин. По ходу всех трех квалификационных серий пилот команды Сувары с Казани на равных бился с основными конкурентами. Местами отчаянно сражался, допуская высокую степень риска. По итогам предварительной стадии гонки Рахматуллину достоился символического звания «Самый стабильный пилот квалификации». В трех сериях Ильдар был три раза четвертым в рейтинге. Так что в финал категории А Рахматуллин пробился напрямую. Но стартовая позиция в нем была у россиянина, прямо скажем, малоперспективная. Справа со второго ряда Рахматуллин старался пролезть вперед, и даже отвага не помогла ему в реализации атакующих планов. Был, конечно, шанс по ходу заезда опередить конкурентов, но и конкуренты тоже выполняли свою работу без ошибок. И шансы Рахматуллину не дали. Пятое место в Венгрии. Это 12 зачетных очков, и они помогли Рахматуллину закрепиться на пятой позиции в группе Супер 1600 после четырех этапов евросезона. Серебряным призером чемпионата Ильдар Рахматуллин уже был, так что задача для него только одна теперь – победа в чемпионате. А для нее нужно будет приложить немало усилий, ведь конкуренты оторвались на 10-15 очков, в том числе и возглавляющий рейтинг норвежец Андреас Бакерут, который и отпраздновал победу в Венгрии. Задорный парень Андреас Бакерут в звании действующего чемпиона может позволить себе нестандартные действия. Так, сразу после исполнения гимна, Андреас устремился с подиума обливать шампанским маму, и только потом приветствовал игристым напитком соперников-призеров этапа. Но, по крайней мере, среди участников церемонии награждения возмущенных не оказалось. Всем было весело. Весело в том смысле, что событий надо с интригой протекала гонка в престижном полноприводном дивизионе «Суперкар» в чемпионат Европы по ралли-кроф. 20 кандидатов на 16 стартовых позиций в финалах, конкурс относительно небольшой, но, как оказалось, достаточный, чтобы получилась интересная гонка. Победитель предыдущего, австрийского этапа, россиянин Тимур Тимирзянов, начал венгерский этап с того, что показал в хрометрируемой тренировке лучшее время прохождения круга дистанции. Здорово, учитывая еще и то, что в Венгрии ко всем прочим конкурентам Тимура добавился американец Таннер Фоуст, серебряный призер 2011 года, которого обоснованно считают одним из претендентов на Еврочемпионство в 2012-м. Не стоило сбрасывать со счетов еще целый ряд пилотов, причем пятеро быстрейших на стадиях рометрируемых тренировок уместили свои времена в одной секунде с лидером Тимуром Тимирзяновым. Это уже упомянутый американец Фоуст, а также бельгиец Деккерсмахер, француз Женье, англичанин Даран. Теперь наступало время в заездах квалификаций, подтвердить мастерство скоростью. Начинали квалификационное соперничество те, кто не был очень быстрым в тренировках. Начинали, впрочем, по-боевому. Две машины не проехали и полкруга дистанции. Все в результате контактной борьбы на стартовом подъеме венгерской трассы. Без близкой конкуренции англичанин Кевин Проктор проделал путь лидерам заезда номер один и выиграл его. Но уже тогда было ясно, что время Проктора будет улучшено и намного. Уже в следующем втором по порядку заезде суперкаров было как минимум четверо способных ехать быстрее, чем Проктор. Коутни, Хёдстрем, Кайперс и Вальфредсон стартовали решительно и без малейшего компромисса. От этой решительности первым пострадал чешский Форд Фиеста Павел Коутни. Он остался на стартовом отрезке. Досталось и Школьде Фабии Петера Хетстрема, но Швец продолжил движение, четвертым в потоке. Лидером в заезде вызвался быть другой пилот из Швеции СТ Голов Вальфредсен. После того, как Вальфредсон на предыдущем этапе в Австрии не приобрел зачетных очков, вышел из строя двигатель его Рено Клио, значимость венгерского этапа для Вальфредсена стала стратегической. Победа в заезде первой квалификации должна была укрепить уверенность в себе как минимум. Вальфредсен победил, с седьмым временем, и это уже было кое-что. Четверо пилотов, которые стартовали в третьем заезде первой квалификации дивизиона Суперкарс, рассчитывали на большее, чем кое-что. Де Кирсмахер, Женни, Лисен и Хвааль, обладатели высоких скоростей в контрольном заезде, и этим все сказано. Разобрав позиции без контактной суеты на стартовом повороте, пилоты стремительно понеслись выполнять каждой свою работу. Вперед всех повел француз Де Ви Женни. На второй позиции расположился неудачно стартовавший бельгиец Михаэль Де Кирсмахер, на третий норвежец Мац Лисен, на четвертый соотечественник Лисена Александр Хваль, между прочим обладатель двух серебряных подиумов в течение сезона. В общем, создавалось впечатление, что все четверо проедут очень быстро и независимо от финишного порядка с выгодой для себя. Но все предположения изменились на третьем круге дистанции, когда ренок Лио Макса Лисена стал подсвечивать траекторию огненными языками. Пилоту ничего не оставалось делать, как останавливаться и оперативно покидать горящий салон машины. Этап в Австрии Лисен досрочно завершил после аналогичного возгорания, так что все это было тревожным сигналом для норвежцев. «Опять вышла из строя турбина моей машины. Масло попало на коллектор и загорелось. В принципе, ничего страшного, но все это не очень хорошо. Остается надеяться, что я не закончу венгерский этап скоропостижно, а смогу стартовать завтра», — говорил позже расстроенный Макс Лиса. Заезд по случаю выезда на трассу пожарной машины был остановлен. А позже в перезаезде участвовали уже только три пилота. И на второй внеплановый старт не хватило выносливости у Сатраена С4 Дэви Жени. Вот так был лидером хлоп, форс-мажор и сразу аутсайдер. Жени сошел с дистанции, а без него Декирсмахер и Хвааль прокатили четыре круга с очень приличными показателями, улучшить которые теперь могли только пилоты заключительного заезда первой серии в суперкарах. И здесь было кому повоевать. Тимур Тимирзянов выбрал для старта вторую дорожку и не угадал, похоже. Проиграл старт и Танеру Холсту, и Лиаму Дарану, и даже Линде Филу, но, быть может, и к лучшему, потому как мог пострадать в контактной суете первого холма. На деле же больше всех досталось шкоде Фабии, норвежского пилота. Гутторм Линде Филл еще долго не мог в себя прийти, обвиняя во всех грехах Лиама Дарана, якобы ударившего его в первом повороте. Линде Филл считает, что должен был выезжать в лидеры заезд. Но получилось только третьим у норвежца, после Фоуста и Тимирзянова. Именно между россиянином и американцем в том заезде решался победный вопрос. Тимур со второй текущей позиции преодолел Джокер Лэп еще на первом круге. Второй круг Тимур потратил на то, чтобы объехать местного лихача на лансере пятой эволюции. Ну а затем, затем начал сокращать отрыв от номинального лидера заезда. Фоуст был медленнее и закономерно проиграл Тимирзянова в заезде. С Джокера на последнем круге американец вернулся на траекторию вторым. Тимирзянов первое время квалификации, Фоуст четвертое. «Тимирзянов без вопросов, очень быстрый пилот», говорил после финиша Таннер Фоуст. Но в первой квалификации у меня была проблема с рычагом переключения передач. Надеюсь, ее устранят, и в следующей серии я проеду лучше. Далее в программе смотрите, смог ли американец справиться с Тимирзяновым, и кто еще намеревался сместить россиянина с позиции лидера, кто и как пробивался в финал венгерского этапа, и чем завершилась гонка при Болотоне в 2012 году. Прямо сейчас все подробности в программе студии «Байер». Видеоспор. Вторую серию квалификационных заездов открывали пилоты, не преуспевшие в первой квалификации. Механики за ночь смогли восстановить кондиции ренокли у Мацлиссона, и норвежец сумел проехать заезд лидером. Пятое время, которое показал Лиссон во второй квалификации, несомненно, шанс зацепиться за позиции в финале А. Если, конечно, машина вновь не загорится. Вторым в том заезде с восьмым временем финишировал Мортен Бермингрут, и у ветерана европейского ралли-кросса тоже еще может все получиться. Второй заезд суперкаров, по идее, должен был стать моментом истины для француза Дэви Жени. Технические проблемы лишили быстрого пилота очков в первой серии, но и во второй Ситроен С4 под десятым номером не слишком проворно стартовал. Значит, надо нагонять по ходу заезда. Жени пытался реабилитироваться, лидировал в заезде, но его время получилось только седьмым в квалификации. Будущее Жени было под вопросом, ну а финишировавший после Жени швед Петер Хёпстрем добыл девятый результат, и пока ему точно светит только финал Б. Деккерсмахер Фоуст, Линдефилл Кайперс, состав участников третьего заезда, подразумевал серьезную борьбу. На стартовом подъеме соперники обошлись без толкотни, и лидерство захватил Таннер Фоуст. Что ж, вполне логично. Чем ответят Деккерсмахер и Линдефилл? А бельгийско-норвежская парочка взяла, да и отправилась Джокерлэп на первом круге дистанции. Бельгийс-то ладно, но Линдефилл-то зачем вслед за бельгийцем? Как ни крути, ошибка норвежца. Хотя пострадали-то оба. Уперлись в скором будущем в небыстрого Кайперса и теряли доли секунд. Только после того, как Кайперс поехал в Джокерлэп, преследователи получили оперативный простор, но к тому времени догонять Фоуста было уже поздно. Таннер Фоуст выиграл заезд и привез к финишу на тот момент лучшее время. Деккерсмахер – шестой, Линдефилл – десятый во второй квалификации. Тимур Тимирзянов принимал старт в заключительном заезде второй серии в компании с Александром Хвалем, Лемом Дараном и вновь не был лучшим в стартовом секторе дистанции. Так что выход с первого поворота на вторую позицию можно было считать стратегическим успехом. Однако ехать за коллегой по команде Кеннета Хансена норвежцам Хвалем Тимирзянов не стал и сразу отправился в Джокерлэп. За Туэск, когда не первым, всегда есть интересная борьба в поезде. Поэтому, в принципе, это пластик, там у нас металл был целый. На втором круге дистанции Тимирзянов проделал путь с пятой позиции на вторую. Кевин Проктор не хотел ехать в Джокер, но Тимирзянов просто отправил англичанину туда. Третьим. На тот момент Джокер ехали уже и Доран, и Вальфредсен. Окончательное распределение позиций в заезде случилось на третьем круге, когда Хвааль попытался использовать свой отрыв для проезда Джокерлэпа. Хватило только, чтобы объехать Лиама Дорана, а Тимирзянов все одно был быстрее и заслуженно поехал на последний круг лидером. Финиш с лучшим временем во второй квалификации произвел россиянина в абсолютные лидеры гонки и обладателя пол-позиции в финале А. Хотя сам пилот до поры до времени этой новостью не располагал. Первое. Первое время. Откуда, значит? У Адрауга. Супер. Мы на поле. Все, сейчас третья серия выедяем, пробуем старт и браться, и все. Пилот сказал, пилот сделал. В заезде третьей квалификации Тимирзянов стартовал по первой дорожке. Проверял перспективность этой позиции. В принципе, получилось неплохо. Правда, вероятность контактной борьбы на первом повороте осталась высокой. Но, как и было запланировано, Тимур Тимирзянов сбросил скорость через 100 метров после старта и оставил соперников разбирать позиции. Лиам Даран повел за собой заезд вместе с Александром Хвалем на второй позиции. Оба лидера заезда после двух квалификаций располагали хорошими шансами напрямую пройти в финал А. И теперь без участия Тимура Тимирзянова их шансы были еще выше. Получилось у обоих. Даран показал второе квалификационное время, Хваль – шестое, и эта пара застолбила за собой стартовые позиции во втором ряду финала А. Фоуст, Де Кирсмахер, Линда Филл в одном заезде решали, кому быть в числе А-финалистов. Позиции американца и бельгийца были посильнее, и они возглавили стратегически важный для себя заезд. Причем Таннер Фоуст настолько мобилизованно управлял своим Фордом, что показал в итоге самое быстрое время прохождения четырех кругов дистанции в сравнении со всеми результатами квалификации. Де Кирсмахер старался не отстать от Фоуста, но три с лишним секунды все же проиграл американцу. Тем не менее, Де Кирсмахер и Фоуст добились права стартовать с первой линии финала А вместе с Тимуром Семерзяном. Гутторм Линда Филл финишировал третьим в том заезде, но попал только в число Б-финалистов венгерского этапа чемпионата Европы по ралли-кроссу. Последняя прямая путевка в А-финал разыгрывалась в заезде с участием француза Деви Жени и норвежца Мацлис. В их очном соперничестве решалась судьба шестой стартовой позиции в главном заезде Гонд. Лидерство Лисона неудивительно, ибо если нет технических причин, едет то он здорово. Вторая позиция Жени обусловлена слабым стартом его Ситроэна С4, но у Жени все-таки была возможность раскочегариться по ходу заезда. И он, что есть силы, подбрасывал в топку. Загодя удачно проехал Джокер Лэб и теперь дожидался, как справиться с той же задачей конкурент. На последнем круге Лисон едет в Джокер и Жени вырывается вперед. Лисон пытается что-то исправить, но француз все-таки первый на финише. С четвертым временем, правда, тогда как Лисон с пятым проходит финал А. Сумма очков норвежца оказалась таки лучше, чем у Жени. Не намного, но лучше. Что ж, наличие острой конкуренции предполагает интересную борьбу в трех категориях финалов. Истории про то, как один из участников С-финала выигрывает гонку в ралли-кроссе есть. Есть и свежие. Но в Венгрии 2012 года новые написать не получилось. Хёдстрим и Коутни были, конечно, фаворитами в борьбе за выход в финал Б. Но чешский Форд Фиеста сам себя казнил еще на старте заезда. А норвежская Шкода Фабия при всем уважении не выглядела серьезным вариантом конкуренции. Хёдстрим выиграл С-финал, что называется, в одни ворота у четырех венгров. И один из местных вместе с Хёдстримом прошел следующий финальный раунд. Финал Б. Компания, прямо скажем, разношерстная была. Два венгерских пилота на лансерах пятой эволюции. Хёдстрим на Фабии WRC Вальфердсен с неработающим как надо двигателем Renault Clio. Непредсказуемый Кайперс. Экспрессивный Линдефилл, уставший Бернингрут. И Дэви Жени с подраненным C4. Но все разрешилось согласно завоеванным ранее позициям. Жени, Линдефилл и Бернингрут как-то сразу уехали от преследователей. И заезд получился с локальными очагами напряжения. Причем больше и ярче зрелищностью жаловали болельщиков те, кто к успеху был дальше всего. Побили свои машины друг от друга соотечественники Вальфердсен и Хёдстрим. Покружился на траектории Кайперс. Остаток интриги загодя удалил Мортен Бернингрут, когда одним из первых направил свой C4 в закрытый парк венгерской трассы. Так что, по сути, претендентов на две путевки в финала оставалось двое. Жени и Линдефилл. Они и оформили себя в компанию сильнейших. Седьмым и восьмым по порядку. Итак, главный заезд четвертого этапа чемпионата Европы по ралли-крофу 2012 года в Венгрии. Кроме Жени и Линдефилла с третьего ряда готовился стартовать Лиссон. Со второго Доран и Хваль. С первого Декирс, Махер, Фоуст и Тимирзянов. У Тимирзянов отметим пол-позиция. Первая дорожка в первом ряду, и она должна вывести россиянина в лидеры. Конечно, Тимур понимает, что Таннер Фоуст самый опасный соперник. И в первую очередь ему надо перекрыть кислород на стартовом подъеме, но и поворот, левый поворот на холме не проскочить. Все удачно сложилось для Тимирзянова. Он лидер заезда. Из неудачников отметим Михаэля Декирсмахера. Да, его вытолкали в забор. И Лиама Дорана, чей ДС-3 задержался на стартовой зоне. Итак, Тимирзянов. О, а на второй позиции Дэви Жени. Вот вам и победитель до финального заезда. С последнего ряда умудрился выскочить на вторую позицию вслед за лидером Тимуром Тимирзяновым. В Таннер Фоуст держится на третьей позиции. Мац Лиссон поехал в Джокерлэп и возвращается уже после того, как в пасной траектории вперед него проследовал Александр Хваль. Что ж, вполне неплохо для Мац Лисона. Пятая позиция с пройденным Джокером. И все в перспективу, вполне. Ну а Фоуст начинает, начинает атаковать, прессинговать Жени уже на асфальтовом верхнем вираже. Не получается. Вроде бы вырвался вперед Фоуст, но следующий вираж Жени отвоевал в свою пользу. Тимур Тимирзянову, конечно, выгодно, что соперники, которые его преследуют, ведут борьбу, значит понемногу, но теряют. Таннер Фоуст на втором круге устремляется в Джокерлэп, поняв, что просто так же ней напрямую не объехать. Так что теперь в минимальных задачах у француза приблизиться к Тимур Тимирзянову и как можно дальше отъехать от Таннера Фоуст, который здорово преодолевает Джокерлэп и успевает вернуться на траекторию четвертым после Александра Хваля. И впереди лево Дорана. Да, задержка в стартовом секторе для англичанина может дорого стоить. В призыв он уже вряд ли попадает на негерском этапе, потому как Тимирзянов лидирует, Жени на второй позиции, третьим Александр Хваль идет и четвертым движется Таннер Фоуст, у которого есть уже пройденный Джокерлэп в активе. Впрочем, позади Дорана и Мац Лисон, который тоже имеет пройденный Джокерлэп, так что англичанину ловично называется уже нечего. А вот если что ловить Дэви Жени, французу срочным образом нужно преодолевать, и как можно быстрее Джокерлэп, чтобы рассчитывать хотя бы на бронзу венгерского этапа. Но на деле получается, что уже и на третьем круги Жени следуют по траектории Тимура Тимирзянова, и тылы французу и россиянину прикрывает норвежец Александр Хваль. Парень-то из упертых, не зря два серебра уже схватил на трех этапах чемпионата Европы, и просто так Таннера Хоуста он вперед не пустит. Как-то выпал из внимания Гутторм Линдефилл. Его Шкода Фабия потихонечку крадется по траектории. Явные технические проблемы не позволили Гутторму участвовать в дележке призовых мест на подиуме. Впрочем, и простое попадание в финал А для Гутторма Линдефила, а точнее для его Шкоды Фабии, большой успех. Тем временем намечаются перестановки в заезде финалистов, активных финалистов. На Джокер Траекторию отправляются сразу двое, Александр Хваль и Лиан Доран. А значит, у норвежца Мац Лисона появляется шанс выйти на четвертую позицию в заезде, лидером которого по-прежнему является Тимур Тимирзянов. На второй позиции опять же по-прежнему движение на третий Таннерфол, в четвертом движется Мац Лисон и Александр Хваль на пятой позиции. Без пройденного Джокер Лэпа остались только двое. Первый – это Тимур Тимирзянов, второй – Дэви Жени. И Тимур Тимирзянов на предпоследнем круге направляет свой Ситроен ДС-3 на дополнительную траекторию. Визуально преимущество Тимура Тимирзянова уже даже только на Дэви Жени существенное, а уж на Таннером Фоустом и того больше, так что проблем не должно возникнуть, должен россиянин уместиться спокойненько. Но легких путей Тимирзянов не ищет. Вот это ошибка. И теряются секунды, но в последний момент на флажке, что называется, Тимирзянов умудряется проскочить вперед носа машины Таннера Фоуста. Он первым отправляется на заключительный круг дистанции венгерского этапа чемпионата Европы. Фоуст на второй позиции Мац Лисон. Вы посмотрите тот, что горел в первой квалификации на третьей позиции близок к бронзовому подиуму. Четвертый Дэви Жени, пятый Александр Хваль. Ну а это Леон Доран и его отчаянная попытка объехать сразу двух соперников? Нет! На пути машины Дорана бетонная сцена. Ну а победа в руках Тимура Тимирзянова. Еще полкруга и клетчатая отмашка известит о том, что Тимур Тимирзянов в остроконкурентной борьбе с семью достойными соперниками выигрывает финальный заезд венгерского этапа. Четвертого по порядку. И это вторая подряд победа Тимирзянова на этапах 2012 года. И эта венгерская победа однозначно укрепляет Тимирзянова на позиции лидера всего чемпионата Европы по ралли-кроссу. Дивизион Суперкарс, Евро-Ралли-кросс, равнение на Россию. Финал шел по нашей тактике. Как мы и планировали стартован первыми ехать. Был отрыв. Джокерлап, я думаю, потерял 2-3 секунды, если не больше. Но все равно хорошо, когда заканчивается так хорошо. Для Лиа Мадарана венгерский этап чемпионата Европы завершился аварийным сходом. Но медики, к счастью, не выявили у пилота значительных повреждений. В таблице результатов чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года Тимур Тимирзянов уверен на первый после четырех этапов. Но соперники готовы приложить максимум усилий, чтобы исправить ситуацию в свою пользу. Дара, Фолст, Хваль, Жени, Лисен. Как показывает практика, многое могут. Все подробности этапов чемпионата Европы по ралли-кроссу 2012 года смотрите в наших программах. Это Видеоспорт. Всем удачи! Всем побед! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok